Всем привет! Сегодня мы с вами нарисуем страницу Google переводчика Figma. Страница на самом деле несложная, состоит из небольшого количества компонентов. Давайте начинать. Мы не будем заниматься пиксель перфектом конкретно в этом занятии, даже не будем там смотреть в код, точные размеры компонентов. Сейчас одна задача просто повторить максимально быстро и разобраться, что это несложно. Для начала нам надо с вами создать артборд. Ну давайте будем рисовать под macbook pro и сделаем скриншот страницы. Вот, чтобы постоянно ее не открывать, для начала мы с вами нарисуем шапку. Выберем наш артборд. Так, давайте немного опущу скрин. Создаем прямоугольник на всю ширину артборда по высоте 64 пикселя. Значения все кратные 8, иногда кратные 4. Это стандартная 8 пиксельная базовая сетка материал дизайна. Кто про ней не слышал, информации очень много, можно почитать. Вот, это, в принципе, хороший принцип, который помогает особенно новичкам делать правильно. Создали шапку. Давайте ее покрасим в белый цвет. И у нас еще есть линия, которая отделяет ее от фона. Давайте нарисуем линию. Такой же прямоугольник на всю ширину экрана. черного цвета 8 процентов. Работаем с прозрачностью черного цвета, чтобы не плодить большое количество оттенков серого, соответственно. Прозрачность тоже кратная 8. Так, готово. И давайте покрасим бэкграунд в серый цвет. Я воспользуюсь пипеткой. Есть. Шапку отделили от бэкграунда. Давайте ее наполним контентом. у нас есть иконка бургер меню, логотип, маска и еще одна иконка приложений Google. Для начала нарисуем иконку. У иконки есть фон невидимый, но он помогает ее выровнять относительно других компонентов. Чаще всего он тоже кратный 8. Материал дизайн, кстати, об этом тоже очень подробно написано. Давайте создадим иконку. 24 на 24 пикселя. Это будет фон нашей иконки. Подложка так называемая. И зададим отступ 48 пикселей слева. белого цвета. На самом деле, цвет вообще, в принципе, нужно потом отключить и нарисуем. Так, давайте пока что. все-таки она пускай будет серая. И поскольку иконка простая, давайте ее просто нарисуем. Сложные иконки, конечно же, нужно скачивать. Есть специалисты, которые этим занимаются, и UI дизайнеру. Ну, если вам нравится рисовать иконки, конечно же, рисуйте. Но всегда есть альтернатива, можно просто их купить. Есть огромное количество классных сервисов, даже есть бесплатные сервисы хорошие. Так, рисуем иконку. Два пикселя по высоте и 18 пикселей ее ширина. Давайте скопируем. Отступай по 3 пикселя и выравниваем ее по центру. 6 пикселей сверху, 6 пикселей снизу и по 3 пикселя слева и справа. Черного цвета и фон, как я уже говорил, можно отключить. Так, поскольку мы будем выделять объекты на шапке, давайте заблокируем нашу белую подложку, выделим и создадим группу, чтобы наша иконка не развалилась, не дай бог. Зададим прозрачность для иконки 64%. Так, давайте посмотрим на наш исходник, точнее не исходник, а на скрин. В принципе, окей. Так, далее мы видим логотип, копируем логотип с исходника. Исходник будет под видео. Вот, ну или можете самостоятельно достать эти компоненты сайта, если умеете уже. И выравниваем ее тоже по центру нашей шапки по 20 пикселей сверху и снизу и зададим отступ 16 пикселей. Добавили логотип и еще у нас там написано переводчик. Давайте напишем переводчик. Так, ну стиль текста нам не подходит. Смотрите, по дефолту стоит робот. Робот это системный шрифт материал дизайна. И я думаю, что на сайте он тоже используется. Вот. Ну, у них там еще, правда, есть несколько шрифтов, которые они используют. Но робот это вот прямо визитная карточка типографии компании Google. Поскольку мы с вами рисуем Google переводчик, ну, соответственно, шрифт нам точно подойдет. Вот. И в фильме он по дефолту тоже стоит первым. Маловат размер текста. Давайте его сделаем 20. Начертание regular выберем. Да. И прозрачный сделаем 64. Тоже процента. Только line сделаем 24, потому что высота всех наших компонентов 24 пикселя. Давайте посмотрим. Отлично. Только уже такая исключительно на глаз вещь. Если присмотреться, видно, что логотип Google, он немного выше. На пару пикселей. Давайте его опустим на два пикселя вниз. Все? Отлично. Так, идем дальше. У нас есть маска и есть еще одна иконка. Давайте нарисуем маску. Для того, чтобы создать маску, нам нужно нарисовать сначала фон для маски. В нашем случае это круг. приблизительно 32 на 32 пикселей. Отступ у нас был 48. Давайте повторим его. 48 пикселей. Нарисовали круг. Теперь нам надо создать группу и создать маску. Заходим в нашу группу, выделяем эллипс. Нажимаем создать маску. Маска у нас есть. Давайте теперь разместим фотографию. Берем с исходника фотку. Кликаем на нашу группу. В группе обязательно выбираем маску. Если мы просто скопируем фотографию на группу, соответственно, в маску она не вставится. Так что выделяем эллипс, что является маской и копируем фотку. Немного руками давайте подправим. Но опять же без пиксель перфекта в этом занятии. Есть и шапка. И в шапке у нас есть еще одна иконка. Так, я вижу, что здесь отступ угол меньше. Давайте про 16 пикселей сделаем и копируем. Так, тут, соответственно, тогда можно тоже чуть меньше сделать отступ. Ну, давайте, чтобы одинаково было. Вообще по 16 делаем. Если бы я делал с нуля эту страницу, я бы делал одинаковые отступы. Вот. Ну, у компании Google, там у дизайнеров свой опыт, и, соответственно, они делают, как считают нужным. Так, копируем иконку. На основе этой иконки сделаем иконку у нас с кружками. Вот. Это Google приложение. Давайте. Отступ 16. И на самом деле нам нужны эти линии. Мы с них сделаем квадраты по 4 пикселя. Скопируем их. Так. В сумме 18. И 4 по высоте. Отлично. Копируем. Так. Сори. Отлично. Выделяем. Смотрим отступы внутри. Так. Отступы у нас... По 3 пикселя нам надо выделить цветом, чтобы видеть сразу отступы. Да. По 3 пикселя. Давайте все-таки цвет уберем. Это просто, чтобы нам убедиться, что отступы соответствуют. Выделим еще раз наши квадраты. И сделаем закругление. 16 пикселей. Так. Один забыли. Упс. 16 пикселей. Все. Иконка готова. И на самом деле шапка у нас готова. Идем дальше. Дальше мы видим, что у нас есть две кнопки. Давайте их добавим. Опять же, рисуем прямоугольник фон для нашей кнопки. По высоте. Пускай она будет 40 пикселей. Цвета я просто возьму пипеткой. Вот. Скорее всего, здесь прозрачность синего цвета. Давайте даже с прозрачностью сделаем сразу правильно. Так. Синий и прозрачность. Ну, на глаз давайте 12%. Можно 16. Так. Есть. Далее мы видим, что у нашей кнопки есть закругление углов. Где-то по 4 пикселя на глаз, опять же. И есть бордер радиус. Давайте его добавим. Так. Стиль возьмем, опять же, точнее не стиль, а цвет с помощью пипетки. Но видим, что бордер у нас не такой явный. Он тут в пару процентов прозрачности. Давайте 16 сделаем. Готово. Так. Эта кнопка у нас будет без иконки. Я на самом деле не нашел такую иконку. Ну, я недолго искал. Вот. Но для разнообразия будет одна кнопка с иконкой, а вторая кнопка без иконки. Давайте добавим текст. Текст, текст. И шрифт у нас большой. У нас копировался из тела предыдущего текста. Давайте сделаем 16 пикселей текст по... Ну, размер текста и line оставим 24, потому что по 8 пикселей сверху и снизу у нас отступы. То есть, все как задумано. 16 слева и справа. Потому что кнопка, опять же, кратная. Тоже 840 пикселей. Так. И текст у нас... Синего цвета. Правда, начертание там, наверное, болт. Ну, можно даже полужирное поставить. Туда вот стопы у нас немного сдвинутся. Еще один пиксель нужно добавить этой кнопке. Кнопка готова. Давайте сгруппируем ее. И скопируем. Следующая кнопка у нас белого цвета, уже серым бордером. Так. Кнопка... Это у нас бордер. Черного цвета. Там. Ну, бордер явно не 16%. Вот. И... Белого цвета. Так. Есть. И напишем документы. Так. Документы. Добавляем иконку. Берем ее с исходника. Кликаем на наш прямоугольник. Размещаем иконку. Видите, иконка тоже 2x4x24. Как наши иконки, которые мы самостоятельно нарисовали. И делаем ее синего цвета. Так. Ну, пускай вот это будет 12x4x4x8 и 16. Поскольку у нас без иконки вот это будет по 16 пикселей. Так. Две кнопки готовы. Отлично. Продолжаем. Так. Идем дальше. Соответственно, нам надо нарисовать теперь вот основной интерфейс переводчика. Так. Мы забыли добавить еще нижнюю часть фона. Давайте скопируем линию. Ну, условно пускай на глаз отступ. 164 пикселя. И так же скопируем нашу шапку. Она у нас будет тут фоном. И растянем на всю ширину фрейма. Так. Есть. Можем даже это все заблочить. Чтобы она не двигалась. Так. Готово. И давайте добавлять этот компонент. Я просто рисую поверх. Чтобы приблизительно посмотреть размер. Так. 1280. Ну, пускай на 220. Чтобы ровное значение было. И нам надо его выровнять по центру. Чтобы выровнять компонент по центру, у нас есть здесь быстрое выравнивание внутри фрейма. Просто мы выделяем компонент, который собираемся выровнять относительно артборда. И выбираем вид выравнивания. Ну, вы уже, наверное, видели. Там в Word даже есть этот функционал. Так. Отступы у нас. Так. 29. Это довольно странный отступ. Давайте 24. И тут тоже 24. Также у нас есть закругление. Пускай будут 16. 16 многовато. Давайте. 12. И белого цвета. Прямоугольник наш. Так. Он у нас отделяется тенью. Давайте добавлять тень. Нашему прямоугольнику. Это у нас эффекты. Выбираем эффекты. У нас сразу появляется тень. Прямо в стиле материал дизайна. Она даже нам подходит. Только давайте ее немного прозрачнее сделаем. Даже можно еще меньше. 12 где-то процентов. Вот. Ну и также есть тень сверху. Чтобы добавить тень сверху, нам надо добавить еще одну тень. И теперь по у нам нужно значение минус 2. Вот. Ну и прозрачность здесь подойдет, наверное, 4. 8 пускай будет. Блюр 4 нас устраивает. Так. Вот мы быстро создали тень. Далее мы видим, что здесь есть выбор языка. Табы. Давайте скопируем линию. Даже можем ее копировать. Станово нарисовать. 1280 пикселей по ширине. 1280. Где-то тут один пиксель потерялся. Так. И по высоте 1 пиксель черного цвета. Все у нас одинаковое. 8 процентов прозрачности. И отступ. Ну я думаю, что 56 нас устроит. Так. Давайте добавим текст. Напишем. Определить язык. По стилю текста. Немного зададим расстояние между буквами 4%. Смотрите, это урок типографики. Просто пока что повторяйте. То есть не будем вдаваться в подробности. Почитайте там расстояние между буквами, расстояние между строками. Кто еще вообще не знаком с типографикой. Это очень важно. Но это не информация этого урока. Просто задайте 4% воздуха между буквами. Вот. И давайте синего цвета. Сделаем наш текст большой. И 14 пикселей его высота. Так. 16. Сверху. 16 снизу. Ну и пускай 24 слева. Есть. Далее давайте добавим другие языки. Так. Русский. Там у нас цвет черный. Прозрачность 64. У нас везде 64. Давайте и тут 64. Русский. Вот тут пускай будет 24 между текстами. Так. Русский. Далее там. Английский. И немецкий, по-моему, там. Так. Есть русский, английский, немецкий. Далее нам надо нарисовать сам таб. Он здесь на всю ширину. На самом деле я по-другому делаю. Я не считаю, что это очень красиво. Мне нравится, когда таб такого же размера, как и текстовый фрейм. То есть, 142 пикселя в нашем случае. Давайте я так и нарисую. 142. Выравниваем его. И там еще, если присмотреться, то... Сам таб, он над линией. Мне кажется, симпатичнее, когда таб находится на линии самой. Так. Тут мы подровняем. И по высоте 3 пикселя. Соответственно, отступ 14. Поскольку 1 пиксель забирает у нас линия. Так. Синего цвета. Готово. Так. Идем дальше. У нас есть линия, которая разделяет 2 блока. Давайте ее нарисуем. Так. Упс. Рисуем линию. Так. Тоже 1 пиксель ее размер. Черного цвета. Прозрачность. Делаем 8. И выравниваем ее по центру. Готово. Так. Так не должно быть. Так все у нас красиво. Так. И у нас есть стрелка. Копируем стрелку с исходника. Немецкий. Тоже 24. И тоже ее сделаем 64% прозрачности. Так. Есть. Хотелось бы ее немного повыше. Давайте на 2 пикселя поднимем вверх. Вот. Теперь красиво все выглядит. Скопируем. Скопируем текст. Так. Создадим группу сначала. Копируем. И поскольку у нас он там дублируется, только, соответственно, контент другой. Ну, мы уже не будем с вами переписывать. Суть вам понятна. То есть, такой же стиль, только другие языки. И иконка нам нужна такая. Но у меня ее нету. Я ее забыл. Добавить. Вы меня простите. То есть, ну, вы понимаете, какая нужна иконка. Вы ее можете скачать и уже самостоятельно добавить. Так. Давайте вот тут сделаем немного больше. Пускай он будет 40. Сколько еще иконка у нас заберет? Определенное количество пикселей. Вот. Готово. Так. Что у нас есть внутри? Внутри у нас есть иконка микрофона. Иконка микрофона у меня есть. Давайте ее разместим здесь. Прозрачность сделаем. Так. У нас там где-то 16% прозрачность для иконки. И тоже 24. 24. Так. Далее у нас есть иконка количества символов. Берем ее с исходника. Так. От нашей линии тогда тоже 24 пикселя, соответственно. Снизу тоже 24 и тоже 16. Есть мелкий текст. Количество символов. Ну, давайте возьмем какой-нибудь текст за основу. Вот этот. Так. Иконку вставился наш текст. 8 пикселей отступ нас в принципе устроит. Пишем 0, 5000. Так. Еще раз 8. Нужно было выравнивание по правому краю поставить. Тогда текст бы остался на своем месте. Это сделать можно вот так. То есть, соответственно, такое бы сейчас значение не писало, но выравнивается по правому краю. Ну, наверное, давайте 13 шрифтом напишем. И черта не сделаем регулар. Так. Готово. Крестика у меня нету, но можно просто вот так сделать. Соответственно, просто я когда делал скриншот, текст был активен. Добавили. Отлично. Идем дальше. Так. Основная часть интерфейса у нас уже нарисована. Осталось только 3 кнопки. Давайте их добавим. Рисуем круг. Приблизительно он у нас там 72 на 72 пикселя. Упс. 72 на 72. По центру и отступ 80. Окей. Делаем круг белым. И обводку черного. Так, так. Обводку 16%. Отлично. Отлично. У нас есть внутри иконка. Давайте иконку мы скопируем с исходника. И разместим ее здесь. Так. Ну, видим, что иконка у нас маленькая. Давайте ее тоже увеличим. 32 на 32 пикселя сделаем. Готово. И прозрачность сделаем. Поскольку он в свете 64, давайте тут тоже будет 64. Есть. И написано сохранено. Скопируем текст. Поставим выравнивание по центру. И пишем. Так. Сохранено. Немного мелковато. Давайте медиум и 14 вернемся к этому стилю. Ну, может чуть больше здесь, но уже не принципиально. Так. Есть. Пока что отодвинем это, потому что нам нужно еще выровнять сами наши кнопки между собой. Так. Создаем группу, поскольку уже готова одна кнопка. Фактически. Давайте. Вот ступ. Ну, тоже. Так. 80 большой. Давайте. 56. И тут тоже 56. Скопировали наши кнопки. И давайте заменим иконки. У нас есть тут иконка. Это у нас сообщество. Так. Эту иконку я удаляю. Делаю я тоже 32 на 32. 64 процента прозрачности. И по центру внутри круга выравниваю. И иконка еще есть у нас. История. Да. Копируем. Удаляем нашу звезду. Так. Тоже 32 на 32. Тоже 64. И тоже по центру. Есть. Так. Текст. Давайте текст наш тоже по центру выравниваем. Так. Копируем. Так. Здесь у нас сообщество, по-моему, было. Давайте проверим. Да. Так. Сообщество. Забыли, кстати, здесь расстояние между буквами убрать. Давайте это исправим. Ноль. Ноль. И, соответственно, поскольку мы скопировали отсюда, тут тоже ноль. Так. Потому что мы срочными там делали. И из-за этого у нас есть спейсинг между буквами в том кейсе. Так. Давайте выровняем. 6, 5. Окей. Так. Тут у нас текст по центру. И осталась у нас история. История. Тоже посмотрим. По 8. Готово. Так. Вот наши кнопочки. Крупируем их. Так. Так. Еще раз. По центру их. А. Нет. По центру мы не выравниваем. Потому что круги-то на самом деле у нас по центру. У нас просто текст разный. Из-за этого, поскольку слово сообщество больше, чем история, тут немножко, пару пикселей забирается отступ по правому краю. Но это не принципиально на самом деле. То есть тут вы уже не предусмотрите там значение кратное 8. Это невозможно. Вот. Потому что текст он может там на английском, на китайском, на каком угодно меняться. То есть тут мы уже... Ну, то есть тут принцип кратный 8 не работает. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Все готово. Play. Смотрим. На результат. Вот наша страница. Так. Так-так. Давайте немного уменьшим. Вот так. И браузер тоже уменьшим. Давайте приблизительно... Так, тут, по-моему, что мы в респонсе... То есть вот что у нас получилось. Вот что у нас есть. В принципе, неплохо все. Все. Всем спасибо. До новых встреч. До встречи. До новых встреч. Продолжение следует...